всем привет вы на канале вышивалочка хочу снять для вас видео о том как я делаю вот такие игрушечки это велюрики называется есть группа вконтакте и вот у меня уже одна такая игрушечка создалась этот мишка я снимала видео о том как я его делаю но к сожалению все удалила поэтому я его показываю вам уже готового с обратной стороны он вот такой он такой мягкий такой приятный этот материал вот этот вот велюр с напечатанным фоном я вышила здесь видеть бисером снежинку глазки добавила ему бисеринки такие черненькие маленькие и сшила буквально через край и обшила бисером я сейчас вам покажу на другой а еще вот здесь вот как бы стягивается ниточка и стягивается до что получился объем вот видите такой пузико у него вышла ручки лапки и вот с обратной стороны такой мягенький вот такая она совсем маленькая видите вот моя ладошка совсем маленькая такая игрушечка положу сюда а сейчас я делаю вот такую девочку эти он она побольше сейчас я вам даже скажу сколько сантиметров да так наверное будет лучше понятно так мишка он так сейчас померяем мишка он где-то шесть с половиной сантиметров а вот эта прекрасная девочка она будет 11 сантиметров и у меня вот я купил вот такой бисер это гамма а 496 дальше это по моему пресиоза покупал давно тут одинаковыми так нет это тоха тоха 11 номер и это тоже он же а гамма у меня получается 10 вот я посмотрю что у меня лучше будет ложиться так коричневый с блеском шоколад такой блеском вот и что я хочу еще показать еще у меня была куплена вот такая мишка классная но я хотела расшить платьица бисером сделать бантики но как вы видите вот у этого мишки есть личико есть обратная сторона да вот у нее тоже будет личико она и обратная сторона то есть она вот так вот сложится и будет как бы перед и зад а он в этой мишке нет вот так вот то есть это про я уже разрезала когда вот так это продавалось и я что-то вот не знаю что мне делать дальше потому что но предполагается что это игрушка на елку да и что как бы ну когда она будет там вертеться висеть то какая как бы с двух сторон одинаково и да но но мне как-то не знаю вот хочу вашего совета спросить либо делать вот так либо сделать сзади однотонную какую-то либо ткань добавить либо фетр ну вот как мы делаем до игрушки и оформляем сзади фетром может быть тоже так сделать то есть не знаю либо уже сделать вот игрушку до с двух сторон она будет одинаковая ну вот это у меня большой большой вопрос что мне делать итак я значит украсила да сделала здесь розочки на туфельках розочку на платьице сумочку и украсила бисером и золотыми лепесточками здесь тоже я прошел золотой ниточкой сделала бусики бисером это все я сделала да и здесь еще вот добавлю чуть чуть бисера и значит дальше я все это вырезаю по контуру и и сшиваю через край и сразу наполняю и вот у меня вырезаны две детали такие вот они уже вырезаны полностью я до оформлен здесь еще бисеринки пришила лицевую сторону на обратной стороне я делать ничего не стала и еще я воспользовалась вот такой зажигалкой и опалила края они абсолютно нормально хорошо вот как ленточки обрабатываются то есть у меня сейчас уже все ничего не рассыпется ничего с ними не будет хотела вам показать вот сейчас то есть когда они обрезаются они вот таким ну еще махрящиеся а когда их уже обработаешь все ничего с этим уже не делается сейчас буду сшивать и покажу что будет дальше так сейчас я вам покажу сшиваю я вот так просто через край без петельки просто очень близко делаю стежки и и практически практически вот видно вот совсем в край вот сфокусировалась вот сейчас покажу вот практически вот видите прямо в край и не видно ничего вообще она будет и так смотреться хорошо даже без всякого бисера вот ведь уже сшита чуть-чуть еще один момент хочу вам показать перед тем как покажу готовую работу это вот как сделать объем ведь я уже практически сшила и у меня осталось вот здесь вот маленькое отверстие в которой я наполнитель значит заталкиваю да и для того чтобы вот здесь не сделать объем мы прошиваем маленькими такими вот вперед иголку маленькими стежочками но прошиваем именно насквозь вот вот именно насквозь и все и немножко вот так вот подтягиваем получается объем вот вот еще петелька образовалась как только на камеру стала снимать сразу петельку вот еще когда уже заполняется да вот наполнитель я стала вставлять видно что на краешках вот здесь вот на уголочках могут быть расхождения как раз вот я сейчас прошу прошиваю для объема вот насквозь уже с наполнителем до игрушечку и зашью здесь еще край дополнительными стежками потому что вот разошлось вот здесь вот вот здесь вот уже через край в принципе сам шов получается достаточно плотный и хороший даже уже вот с наполнитель но немножко вот здесь все таки еще есть ворсинки а так вот вполне себе вот видно да хороший шишок и бисер бы был не нужен но еще раз покажу вот эту мишку да с бисером конечно наряднее получается такая прям игрушечка здесь не зашью я показываю достаточно подробно потому что я на самом деле не видела видео кто бы делал такие игрушки сразу хочу сказать что никакая это не реклама эта компания обо мне вообще не знает я купила на выставке атмосфера творчества эти заготовки у них сначала были как бы просто ну я не видела у них игрушки не знаю когда они у них появились на самом деле они продавали такие как бы 3 тряпочки с напечатанным фоном которые надо было куда-то там потом применять до делать какие-то изделия для того чтобы они были напечатаны и там можно было подушечки сшить игольнички или еще что-то вот а сейчас у них появились вот такие игрушечки даже какие-то наборы они стали делать по-моему там в наборе то лежит только вот сама эта заготовка ну может быть там еще что-то не знаю вот я просто хочу показать что вот мне самой заинтересовал этот момент мне заинтересовали эти игрушки что достаточно быстро можно сделать вот такие замечательные поделки игрушечки я это буду применять как игрушку на елку вот ну чтобы не было лишних вопросов надо понимать это не реклама я рассказываю показываю как я сама делаю вот такие игрушки которые мне понравились продолжим вот что у меня получилось в итоге когда я уже сшила набила набивала я наполнитель вот наполнитель 100 грамм для рт от артеон мне вот 100 грамм для подушек и мягких игрушек вот такой наполнитель я почему вообще решила так вот показать это видео и снять я на самом деле игрушки и куклы не шью не умею да и не шила никогда наверное для тех кто шьет куклы и умеет да вот то что я снимаю показываю все элементарно но я хочу сказать что для меня это было не элементарно это я вот сейчас вам показываю то что как бы какие-то ошибки я совершила вот на этом на первом мишки на а сейчас я уже вот решила показать как вот какие-то вещи да я делаю то есть уже дошла до своим умом так скажем и если вдруг вы захотите такие сделать мне кажется почему нет на елочку прекрасные а знаете что еще это я перебираю перед камерой они такие мягкие я я не могу вам просто передайте вот насколько приятно тактильно ощущать вот держать их в руках у меня на рабочем столе здесь я его постоянно беру в руки еще я читала о том что можно сделать брелочек то есть он такой небольшой можно брелок на ключи например да их хорошо подарить мне понравилась моя находка а почему говорю что моя находка наверняка многие уже это все и знают и делали да но на ю тубе я не видела видео особенно чтобы вот кто-то покупал этих велюриков и делал такие игрушечки в чем моя ошибка да может быть вы можете заметить как и здесь так и здесь я когда зашивала я забыла вставить ну вот шнурочек здесь вот поэтому сейчас буду немножко подпарывать вставлять шнурочек для того чтобы ее подвесить можно было это вот моя ошибка я шью и забываю о том что надо бы вообще-то было и шнурочек сделать но ничего страшно значит где я прошила вперед иголку для объема я прошила вот здесь ручку здесь не до конца почему потому что я здесь делаю только сам рукавчик а сюда не стала делать то что с обратной стороны ведь это вот так должно быть а если я сделаю так не знаю можно наверно прошить так потому что по пору по ручке сумки тогда будет можно да сейчас я попробую доделать вот дальше по низу платья и ножки вот здесь и вот шейку и у меня вот видите да такая она объем ненькая приятная платьица ой какая как же она мне нравится сумочка у меня расшита бисером у нее и каждый понимаете каждый может сделать так как он хочет там лентами или нитками или бисером или то есть сделать объем можно еще на мордочке здесь я не стала кстати делать бисер потому что мне кажется близко здесь глазки будут таки торчать можно было еще здесь на шляпке можно было шляпку больше украсить до каждый может сделать такую игрушечку которая будет нравиться именно ему она будет индивидуальной мне значит осталось обшить бисером я все-таки буду обшивать хотя вот еще раз показываю в принципе вполне себе шов аккуратный но я буду делать бисером как здесь чтобы она была еще более нарядной и все-таки это это у меня игрушка на елку может быть конечно я потом сниму с елки они у меня будут просто висеть вот рядом со мной лежать на рабочем столе или вообще сделаю брелки это я подумал но мне очень очень нравится работать с этим материалом еще одно включение прежде чем я покажу готовую все-таки работу я стала пришивать бисер тот который я подобрала вот этот вот коричневый и мне показалось что как то в принципе хорошо потому что он ну как бы является просто контуром то есть он не не привлекает на себя внимание и все основное внимание будет на лиц вот как бы на основную часть девочки но это же у меня новогодняя игрушка и мне это захотелось чтобы она была понаряднее я стала подбирать различные бисерут видите меня тут и золотой притом золотой разных там цветов потом у меня вот здесь был такой вот попробую показать его он такой блестящий розовый внутри как бы серебром внутри а так он прозрачный розовый внутри серебром я тоже пыталась значит он такой стеклянные сюда и шить но не очень слишком ярко смотрится как ни странно да и вот вот этот золотой но он такого эти розового золота я короче вот что-то задумалась с одной стороны у меня еще здесь вот золотые да есть ниточки и на вот этот бы золотой наверное к ним хорошо подошел посмотрим с вами вот я прямо вот не знаю что делать другой стороны у меня этот мишка тоже золотым сделан и я вся в сомнениях и вот этот вот золотой такого розового золота хорошо подошел будет смотреться будет очень нежно смотреться ну сейчас я сделаю и вы увидите на чем же я остановилась все таки и вот мишка готова показываю вам итог в итоге я сделала ее золотым это вот такой бисер если кому интересно пресиоза десятка 18 305 номер то есть это не прям золото золото такой как бы розовое золото на если говорить все у меня вот так вот красиво обшито единственное что я теперь думаю что наверное бусинки надо сделать был не белые какие тоже розовые или такие золотые но это я уже пока делать не буду подумала ну может быть пусть такие будут вот здесь тоже белая снежка здесь белые бусики и они вот так вот красиво смотрятся вместе вот такой итог мне очень нравится на такая милая получилась мягенькая и очень очень мягкая и приятная на этом видео я завершаю что хочу сказать если вам понравилось то покупайте такие заготовочки значит цена вот такой заготовки по моему 100 рублей чуть побольше 200 рублей по моему тоже 100 рублей и вот это вот 200 рублей которая побольше мишка который с двух сторон одинаковая вот так вам 200 рублей всего лишь 100 рублей дальше вы берете какие-то там ниточки которые у вас остались ли бисер какой-то который у вас остался да я уже показывалась всем не обязательно обшивать там бисером можно и не обшивать просто сшить и вас получаются вот такие милые игрушки сделанные своими руками я очень рекомендую мне понравилась эта работа одного вечера буквально но очень очень приятно сейчас в преддверии нового года такие вот милашества сделать и жду ваших комментариев жду ваших предложений что же мне сделать сделать ее вот такую двухстороннюю или же вот как я спросила сделать с одной стороны вот это изображение с другой ну какой-то однотонный может быть для ткани или фетр на этом я видео завершаю спасибо всем получайте удовольствие от своего хобби